Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о пасынках. Ну, для начала, что же такое пасынок? Пасынок это боковые отростки от наших основных побегов. Вот основной побег пошел вверх и там, где у нас есть листик, рядышком возникает вот такой отросток. Раз, два, ну и далее, и далее. И большинство из вас наверняка слышало, что пасынки эти самые нужно убирать. Основные причины, по которым мы говорим о том, что от них надо избавляться, это уменьшение затенения, потому что мы понимаем, что виноградному листу, виноградному кусту нужен свет для хорошего фотосинтеза, для правильной, хорошей продукции питательных веществ, соответственно, затенений. И вторая причина – это проветривание, потому что мы понимаем тоже, есть определенные болезни, которые особенно при большой влаге они накапливаются, соответственно, мы облегчаем проветривание кусту, даем основным листьям свет, ну и для этого, собственно, мы эти пасынки убираем. Но на самом деле это не единственные причины, но об этом поговорим чуть позже. И весь наш разговор о пасынках мы начинаем с кустиков первого года. Вот только сейчас он был посажен, выращен весной из черенка, смотрите, уже начинают развиваться пасынки. Вот один маленький, вот здесь уже такой пасынок, видите, побольше, если я вот этот листик так вот передвину в сторону, ну, чтобы вам было видно и понятно. То есть вот, вот это уже пасынок. Вот в таких кустиках пасынки нужно удалять. Дело в том, что каждый вот этот листик, каждый этот побег, не только производитель энергии, но и потребитель. И, соответственно, он всю энергию, которая идет оттуда, растение распределяет. На этот побег, на этот и туда. Эти листики, кроме того, что они могут чего-то производить, они еще испаряют водичку, то есть они потребляют и питательные вещества, и воду, и все остальное. То есть всю энергию растений. И, соответственно, эта энергия перераспределяется. И вот на таких молодых саженцах, на таких молодых побегах мы останавливаем рост этих пасынков для того, чтобы основная энергия шла на вот этот большой и главный побег. Дальше, если мы говорим уже о классическом варианте, о взрослых кустах. Вот здесь, вот он наш пасынок, вот он лист. И вот здесь у нас, ну я буду по-простому называть почечка, которая закладывается на следующий год. Основная плодоносящая почка. Я уже говорила в видео про цветение, что почки на следующий год, плодовые почки, закладываются приблизительно в момент цветения в этом году. И когда вот там, вот в этой маленькой структуре идет образование всех вот этих вот зачатков органов, листиков, соцветий и прочего, и прочего, то эта почечка больше будет относиться к пасынку, чем к основному побегу. И если здесь будет большой пасынок, он будет перетягивать эту энергию на себя, забирая ее вот этой почечке, которая нам даст урожай на следующий год. Конечно же, мы не все побеги будем с вами оставлять на плодоношении. Часть вот таких побегов у нас осенью уберется. Но напомню то, что я говорила буквально пару минут назад, что вот эти ребята, они не только дают нам энергию, дают энергию нашему кусту, точнее, но и забирают ее. Ну и теперь возникает вопрос, так как же работать с этими самыми пасынками правильно, что с ними делать. И тоже вы можете много где найти, очень много разных мнений. Значит, кто-то рекомендует прищипывать на один лист. Дело в том, что здесь в пазухе листьев тоже почечки. И после того, как мы пасынок прищипнем из этой почечки, либо из этой, потом начинает расти второй пасыночек, третий. Но, как правило, до третьих особо не доходит. Даже до вторых не всегда. Зависит все от роста куста, но тем не менее. Поэтому кто-то рекомендует оставлять один листик, кто-то рекомендует оставлять два листика, кто-то рекомендует три-четыре. И когда рекомендует оставлять больше листиков, три-четыре говорят о том, что это для куста очень хорошо. Листья дают больше энергии. Но есть одно но. В годах в 50-х был проведен опыт на сортах, по-моему, Саперавер и Кацетелли. Так вот, пасынковые листья при той же массе, что и основные, дают энергии в 16-18 раз меньше. Поэтому то, сколько мы оставляем здесь листьев, не всегда имеет какое-то важное значение. Но когда может иметь? Если основные листья по какой-то причине у нас сильно повреждены, болезнью, градом, не знаю, жук какой-то пришел и поел, то тогда есть смысл на пасынках оставлять листьев больше и прищипывать их не в таком вот маленьком состоянии, а когда они подрастут. Если у меня здесь с листьями все в порядке, то я прищипываю пасынок приблизительно на таком вот уровне. В прошлом видео, когда я рассказывала про окончательную нормировку, про другие зеленые операции в июне, я говорила о том, что если все проводить вовремя, то работа на винограднике не будет достаточно сложной. Так вот мне проще, пока они такие вот маленькие, усик уберу, я ему прищипела верхушечку. Так прищипела, как у меня получается. Два листика, три, не суть важно. Получился где-то один, не суть важно. Мы помним про эффективность листьев, да? Но если мы понимаем, что у нас есть какие-то большие повреждения, тогда мы стараемся оставить этих листьев больше, потому что, да, они менее эффективны, но они нам помогут. При этом, когда мы прищипываем вот эти пасынки, вся энергия основная, она идет в основной побег. И потом мы еще будем говорить дальше, пока что рано говорить об этих операциях осветления грозди, убирания листьев. Многие считают, что надо вот определенное количество листьев иметь на кусте. Лист должен работать эффективно. Сколько бы у вас не было листьев, если они недокормлены, если у них недостаток в чем-то, то и эффективность их будет низкая. Точно так же, если листьев будет не очень много, но при этом они будут работать эффективно, то это может быть гораздо лучше. Так вот, значит, когда мы убираем вот эту точку роста, приостанавливаем рост этого пасынка, он меньше тянет энергию, вот эти листья становятся толще, и они начинают работать эффективнее. Энергия листа начинает распределяться, ну, как говорят, на боковые части растения. То есть вот на эти почечки, которые у нас на следующий год дадут вот эти побеги плодоносные, и на те грозди, которые у нас находятся внизу. Сейчас это еще бутончики, но потом это у нас уже будут грозди с ягодами, и основная энергия пойдет к ним. Вот смотрите, это уже в тепличке. Вот был пасынок, вот мы его прищепили, и смотрите, он начинает давать пасынки второго порядка. Но сейчас их очень плохо прищипывать, хотя, в принципе, можно, тем более, что, смотрите, у этого основного пасынка есть два хороших больших листа, поэтому тоже, когда мне удобно, я его могу прищепнуть, эту верхушечку, и вот в таком состоянии, либо можно дорастить больше. То есть, как работать с пасынком, вы смотрите, когда вам удобнее. Его можно обрезать, и вот в таком состоянии, когда он уже вот такой большой. И в зависимости от того, насколько у вас хорошо развита, либо не развита остальная листовая масса, вы оставляете один лист, либо два, либо три, либо четыре, но больше четырех особо оставлять не стоит. Смотрите так, чтобы было не особо густо, чтобы листья не особо притянялись, чтобы куст проветривался. Ну и время, в которое мы срезаем пасынок, то есть, вот, смотрите, вот, например, вот такой, вот, 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 есть хороший пример. Смотрите, вот он наш пасынок, вот он уже вот такой вот большой вырос. Вот сейчас мы его над вторым, за вторым листиком обрежем. Ну, вот эту операцию лично я делала тогда, когда мне удобно. То есть, если я успела словить пасынки на вот таких вот маленьких, мне удобнее это сделать на таких маленьких. Либо подождать, оно более-менее подрастет, и тогда уже убирать пасынки вот такие. Итак, бывают правила, бывают исключения. Всегда ли надо убирать пасынки? Нет, не всегда. Да, если по каким-то причинам у нас получается жирующий куст, смотрите, огромные листья, толстая очень лоза. И этот куст явно жирует. Так получилось, что не успел вызреть прошлую осень, а рос очень-очень хорошо. Корневая система у него очень сильная. Ну, понятно, что плодов тут практически нету, и кусту нужна нагрузка. Вот, показывала на плодоносящих кустах на улице, да, какие пасынки. Посмотрите, какие пасынки уже здесь. Вот они вот такие вот большие. И я их убирать, конечно, не буду. Вот в данном случае они должны расти, чтобы у куста была нагрузка, иначе он опять будет сжировать-жировать, и опять может не вызреть к осени. Ну, получится такой неприятный круговорот. Поэтому в данном случае оставляем. Более того, мы можем даже специально стимулировать рост вот этих пасынков, если у нас получился вот такой куст. Он без урожая, он растет не в меру. Мы прищипываем ему верхушку. Но смотрите, я про прищипывание верхушки говорила тоже уже в одном из видео, по-моему, в прошлом, где мы говорили о зеленых операциях. Если мы ее прищипнем, то рост вот этого побега остановится. Ну, то есть сколько у нас там было, 5-6 листьев, например, и 5-6 пасынков, они останутся. То есть на такой высоте делать не стоит. Мы доращиваем вот этот побег. Растет он крайне быстро. Хотя бы метров до двух. Ну, это обычно стандартная шпалера. После этого прищипываем верхушку. И таким образом мы стимулируем рост вот этих пасынков. Более того, на них может даже быть и урожай. И такой урожай мы оставляем обязательно, потому что нам надо этот куст нагрузить, чтобы он правильно работал и хорошо вызрел к осени. И, конечно, даже без стимуляции иногда бывает, что... И, конечно, даже без стимуляции иногда на некоторых кустах трудяшках, на пасынках появляются соцветия. Ну, здесь вот на усике это какой-то совсем зачаток. Я показывала в видео про цветение цветочки на пасынках. Конечно, они меньше, чем на основных побегах, но мы их тоже убираем, чтобы они не отнимали у растений силу. Если по какой-то причине у нас нет основного урожая, куст сильно растет, только тогда оставляем. Ну, вот есть такие кусты трудяшки, как Антоний Великий. Он готов на всем абсолютно закладывать урожай. И более того, он даже может вызреть. Но если у нас есть основной урожай, то зачем нам его иметь еще и на пасынках и все-таки перегружать кустик. Вот смотрите, вот пасынок тут раз-два. Вот так вот мы его можем и прищепнуть. То есть за вторым листиком. Мне тут больше листиков оставлять особо не надо. На этом наше видео подошло к концу. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще либо в мобильной версии, рядом с заголовком справа будет стрелочка вниз. Я оставлю ссылку на каталог наших сортов, ссылку на полезные видео и мои контакты. И до новых встреч. Пока.